Я обещал уравновешенную треечную систему, то есть систему, в которой цифры будут не такие, не 0,1,2, а цифры будут 0, минус 1 и плюс 1. Очень часто формулируют задачу, не говоря ни на какую систему счисления, а таким шутливым образом. Представьте себе, что у нас есть гири, одна из которых весит 1 грамм, другая 3 грамма, следующая 9, следующая 27, 81, ну и так бесконечность. Каждая гиря в 3 раза тяжелее предыдущей. Вопрос, как на чашечных весах взвешивать вес? Ну обычно, когда взвешивают на чашечных весах, система такая, есть весы, сюда ставят, кладут то, что хотят взвешивать, а сюда ки. Но понятно, что так не получится. Например, если у вас 2 грамма нужно взвесить, ничего хорошего, потому что у нас каждая гиря в одном языке, мы не можем взять 2 гири в 1 грамм. Значит, требуется сделать так, чтобы какие-то гири были еще со мной 2. Правильно. Чтобы взвешивать 2 грамма, самое разумное, положить 2 сюда, а 1 и взвешиваемый предмет сюда. То есть, ребята, смотрите, чтобы взвесить 1 грамм, достаточно просто сюда предмет, а сюда гирю 1 грамм. Чтобы взвесить 2 грамма, надо из 3 участия 1. 3 грамма опять легко, а 4 грамма это 3 плюс 1, 2, 9 нужно. Что нужно для взвешивания 5 грамм? 3 плюс 1, 1. Что же, 2? 3 плюс 1, 1. 3 плюс 1, 1. 3 плюс 1, 1. Вот. 9 надо из 2. 9 минус 3 минус 1, абсолютно верно. А что такое 6? 9 минус 3. А что такое 7? 9 минус 3 минус 1. Господа, я сейчас хочу сделать простую штуку. Числа, вот там написанные в строительной системе, а я их хочу записать вот таким образом. Только для краткости, давайте я не буду писать минус 1 и плюс 1, а буду просто писать минус 3 и плюс. Это плюс и минус. Понимаете, где? Весе 2 грамма, это надо взять 3 и минус 1. Что такое 3? Это плюс с 0. Что такое 4? Это плюс. Что такое 5? Там приходили. 9 минус 3 минус 1. Это плюс с двумя минусами. 9 минус 3. 9 минус, не как писать? Плюс и минус. Плюс минус. Плюс минус. Минус минус. 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 Здесь что писать? Плюс. Плюс. Минус. Здесь что писать? Плюс. 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 Минус. Минус. 9 минус 1. Отлично. Здесь. Здесь. Плюс. Плюс. Дальше. Ноль. Плюс. Ноль. 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 Здесь. Надо научиться считать в этой системе, не уходя в десятичную. Знаете, есть такой уровень, когда вы тексты на иностранном языке не переводите на свой, а просто понимаете. Есть разница, да? Одна ситуация, когда человек сидит и по одной букве, по одному слову в словарь все время заглядывает, смотрит. А другая ситуация, когда он научился понимать слова и предложения. Это намного лучше. Вот давайте. Сможете вы, глядя только на плюс плюс ноль, сказать, что будет дальше? Плюс плюс плюс. Конечно. После плюс плюс ноль идет, конечно, плюс плюс плюс. Другое дело, что ты пишешь 9 плюс 3 плюс 1, но... Так. А 14 это что такое? От всех плюсов что такое? Минус, 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 минус. Правильно. Понятная история. Когда вы дошли до максимума в разряде, надо перепрыгнуть следующее. Еще раз. Плюс. Минус, минус. Минус, минус. Ноль. От минусика происходит переход вовсе не к плюсу. А к нулю. А к нулю, конечно. И после нуля что будет? Плюс. Минус. Минус. Давайте проверим. Что такое плюс здесь? Вот это разряд единиц, это разряд троек, разряд девятых. Здесь что? Двадцать семь. Двадцать семь. Двадцать семь, минус девять и минус один. Это будет 17? Да. Будет. Отлично. 18 что такое? Плюс, минус, ноль, ноль. Что такое 19? Плюс, минус, ноль, плюс. Плюс. Отлично. Что такое 20? Плюс, минус, плюс, ноль. Абсолютно верно. Смотрите, что это такое. Это двадцать семь. Минус девять, это будет 18. Плюс три, это будет 21. И минус один, это будет 20. Замечательно. Что такое 21? Плюс, минус, плюс ноль. Минус, плюс ноль. Что такое 22? Плюс, минус, плюс, плюс. Так. Замечательно. Я понимаю, что, в принципе, имело бы смысл, что давайте побаловаться дальше, но в некотором смысле это не так важно. Важнее другое. Умеете ли вы понимать, до какого числа, если я вам дам вот такие вот гифки, до какого числа вы сможете взвесить любую массу? До тринадцати. Правильно. Если я вам дам вот такие гифки, до скольких? До сорока. Если такие? До сто двадцати одного. А будут какие-то, что называется, пропущенные листа? То есть до сто двадцати одного все массы можно будет взвесить или не все? Все. Все. Все, причем единственным образом. А вот интересно, если я здесь напишу не восемьдесят один, три в четвертом, а любое число три в степени. Один плюс три плюс девять плюс двадцать семь и так далее. Плюс три в какой-то степени. Можете написать какую-то тогда понятную формулу для этой величины? Или нет? То есть посмотрите. В принципе, когда вы пишете один плюс три плюс девять и так далее, это тоже формула. Но это формула, в которой есть знак многоточия. А вот без многоточия можно? Наверное. В некотором смысле. Это задача странная, потому что что такое возвести тройку в какой-то степени? Это значит, что умножить три на три на три. Там тоже есть многоточие. Но мы всегда какие-то вещи считаем, что называется, хорошо известными, а какие-то считаем, что хорошо без них находиться. Сейчас мы считаем, что возведение в степень – это для нас известная операция. Вот это очень важная вещь. Программирование так часто делают. Может быть, слышали, есть понятие подпрограмма. Когда вы какую-то задачу решаете, то часто бывает так, какое действие вы выделяете в качестве, так сказать, известного, и для него или уже кто-то давно написал, и просто в языке есть такая программа, или бывают такие пакеты специальные программ, или вы напишете программу, но какое-то действие считаете уже известным. Вот я сейчас считаю прибавление, вычитание какого-то числа, возведение числа в степень – я считаю операциями известными. Что называется, у меня на калькуляторе есть такие кнопочки. А вот операцию «Сложить такие числа» – такой кнопки на калькуляторе нет. В принципе, могла бы быть. Есть такие программируемые калькуляторы, на которых можно быстренько написать такую программу, от сталькида до сталькида, просто суммируете такое выражение. Такое тоже бывает, но и на калькуляторе уж тебе более легко. Но тем не менее, кто-нибудь знает ли эту сумму или нет? Не знает? Молодцы, молодцы. А тогда заодно и такую задачу. 2 в какой-то степени, 1 плюс 2 в первую, плюс 2 в квадрате и так далее, плюс 2 в степени n. Кто-нибудь умеет коротко записывать? 1 плюс 2 плюс 4, кто-нибудь знает, сколько будет? Да, в следующем числе – 7. Следующая степень двойки – минус 1.